Четыре года кропотливой работы. Работы на благо республики. Заступая на пост руководителя региона Владимир Уйба, возможно и не догадывался, какой сложный участок ему доверил президент. Огромные территории, суровые климатические условия. Плюс ко всему чрезвычайность ситуации, ковид, небывалые плаводи, лесные пожары. Первое время Владимир Уйба словно антикризисный управляющий. Многие проблемы решает в ручном режиме. Благодаря опыту и огромному багажу личных связей в Москве. Настоящим испытанием для страны и республики стало санкционное давление Запада. Поначалу приходится тяжело. Многие экспортные цепочки разрушены. Объемы производства падают. Снижается налоговая база. Сверхзадача удержать экономику от падения. Помощь федерального центра вкопи с инициативами региона позволили региону с трудностями справиться. Компании продолжают работать и наращивать производство. Республика уходит с последних строчек в рейтингах инвестиционной привлекательности. Регион в последнее время становится важной площадкой для реализации крупных инвестиционных проектов. Причем, если ранее республика Коми ассоциировалась в первую очередь с лесозаготовками, добычей полезных ископаемых, то сейчас правительство Коми намерено превратить региону в мощный производственный кластер. Нефть, уголь, газ, горючие сланцы, бокситы, золото, бориты, марганцевые железные руды. В общем перечне полезных ископаемых 23 наименования. Это все республика Коми. Планируется ввод в эксплуатации крупнейшего в мире пижемского месторождения титана, кварца, расположенного на северо-западе республики Коми. Ну, надо сразу сказать, что у нас в республике 50% общего запаса титана России. Главное достояние это, конечно, люди, потому что жить на севере, это не просто жить, это надо любить север всей душой. Это особый характер, но это и особая взаимовыручка, это и особая теплота сердец, без которой на севере не прожить. Только за 2023 год объем инвестиций в основной капитал более 128 миллиардов рублей. В инвестиционном портфеле республике около сотни проектов. С 2021 года реализовано 44 проекта, привлечено почти 15 миллиардов рублей и создано 254 рабочих мест. В Коми созданы тепличные условия для инвесторов. Резиденты арктической зоны, например, получают ощутимые налоговые преференции, финансовую поддержку для развития инфраструктуры. В выборе инвесторов власти отдают предпочтение крупным известным компаниям, которые уже успели положительно зарекомендовать себя на рынке, имеет репутацию надежных партнеров. Среди их проектов, к примеру, строительство завода по сжижению природного газа, создание контейнерного терминала в Сыктывкаре, запуск дата-центра на базе Печорской ГРЭС, создание многофункционального медицинского центра, строительство обогатительной фабрики на Пижемском месторождении. В этом году в Инте заработает завод карбидов и ферросплавов. Мы очень быстро идем по инвестициям. И, кстати, в рейтингах инвестиционной привлекательности мы резко стали расти. Вот с приходом главы, с приходом новой команды резко стали расти. Владимир Уйба подчеркивает, региону важно развивать отрасли с глубокой переработкой сырья. Из 50 проектов диверсификации экономики 19 завершены. На 1 января 2024 года общий объем вне бюджетных инвестиций составил 20 миллиардов рублей. Создано более 660 рабочих мест. К 2026 году планируется создать еще 6000 рабочих мест и привлечь около 150 миллиардов рублей вне бюджетных инвестиций, не связанных с добычей угля. В приоритете проекты в сфере обрабатывающей промышленности и добычи неугольных полезных ископаемых. Внимание к сфере экономики позволило достичь результата. В Республике Коми впервые за долгие годы удалось переломить негативную тенденцию снижения количества субъектов малого и среднего бизнеса. К началу 2024 года их количество увеличилось более чем на 520 единиц по сравнению с данными на начало 2023 года. По инициативе Владимира Уйба, объявленной президентом России год семьи, наша республика начала беспрецедентным увеличением мер поддержки. С 1 января размер регионального семейного капитала в Коми при рождении первенца третьего или последующего детей увеличен сразу в два раза со 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. А если первый ребенок родится у женщины, которой не исполнилось 25 лет, маме малыша положен капитал в полмиллиона. Еще одна инициатива главы – десятикратное увеличение ежемесячных пособий на покупку продуктов беременным женщинам и малообеспеченным кормящим матерям. По данным Росстата, за 2023 год по уровню рождаемости Коми на первом месте среди всех регионов северо-запада России. Навести порядок в здравоохранении – еще одна задача, которую поставил Владимир Уйба. О том, в каком неприглядном зачастую состоянии находятся районные больницы, поликлиники и ФАПы, в каких условиях работают наши врачи и на каком оборудовании – он убедился лично, объезжая все уголки республики. Посмотрел сегодня центральную районную больницу. Как это? Пауза. На самом деле больница не очень. Эти слова – уже история. За два последних года построены десятки фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Возводится современная инфекционная больница, новые корпуса детской республиканской больницы. В 2023 году построен новый лечебный корпус в селе Усть-Цильма. Региону помогают и социальные партнеры. К примеру, в рамках соглашения правительства с Лукоилом в отдаленном селе Усинского округа, мутном материке, открыли новую врачебную амбулаторию. Модульное здание оснастили современным оборудованием, а рядом построили двухквартирный дом для медицинского персонала, да еще и гараж для автомобиля скорой помощи. Вот такая полномасштабная врачебная сельская амбулатория у нас единственная в республике, но она, еще раз повторяю, душу греет, поскольку все-таки мы понимаем, что нет круглогодичной доступности, я имею в виду дороги, поэтому очень важно, что такую амбулаторию мы с нашими партнерами создали. Амбулаторией быть, и слава богу, что она есть в добрый путь. Под крышей новой амбулатории разместились физиокабинет, прививочный и стоматологические кабинеты, а также палаты для круглосуточного пребывания. Расширить функционал амбулатории и создать возможность для размещения стационарных пациентов попросили сами сельчане. Добраться из мутного материка до центральной районной больницы Усинска непросто. Я хочу сказать большое спасибо от жителей нашего села за новую построенную больницу, настоящую, современную больницу с блоками разными. Ну и большое спасибо, конечно, правительству нашей республики, что они приняли такое мудрое решение, что для такого большого отдаленного села ФАБ как бы не совсем соответствует. Ну это, конечно, большие затраты. Я считаю, сегодня очень большое событие для нашего села. Мы все очень рады открытию новой врачебной амбулатории. Как мы увидели, она оснащена новым медицинским оборудованием, она отвечает всем стандартным, современным. Я очень рада, что такие проекты реализуются в нашем селе. В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина за три последних года для больницы и поликлиники республики закуплено 5000 единиц медицинского оборудования. Это и тяжелая техника, аппараты компьютерной томографии, маммографы и флюорографы, системы УЗИ. По инициативе Владимира Уйба в 2023 году впервые в районах Коми начали строить дома для медиков со всеми удобствами, бытовой техникой и мебелью, комфортное жилье. Один из действенных инструментов привлечения специалистов на село. Врачу или фельдшеру, кто готов переехать? Республика предоставит и рабочее место, и жилой дом с возможностью его приватизации через 10 лет. Свою полностью, от начала до конца труд, свой материал. Рабочие заняты, доктора, учителя довольны. Я хочу искренне поблагодарить вас за предоставляемые просто шикарные условия. Спасибо, что цените ваш труд, что создаете, реализуете такие проекты поддержки молодых. Молодых специалистов на селе. Бесспорным успехом стало фактическое решение под руководством Владимира Уйба проблемы отсроченных льготных рецептов. Много лет ситуация вызывала справедливое негодование и раздражение у многих больных. Рецепты есть, а лекарств в аптеках нет. К началу 2022 года число отсроченных рецептов в республике приближалось к 30 тысячам. Владимир Уйба и руководство Минздрава провели работу для решения проблемы. Количество отсроченных льготных рецептов сокращено до минимума. Государственные аптеки закупают препараты, развозят по аптекам, отпускают по рецептам. И только после предъявления в Минздрав отпущенных рецептов получают оплату за лекарственные препараты. График доставки препаратов до районных аптек скорректирован предприятием по поручению главы республики Коми. На сегодняшний день машины по городу ездят ежедневно до районных аптек 2-3 раза в неделю. Обновление и строительство новых социальных объектов. Еще одна важнейшая задача, поставленная Владимиром Уйба правительству региона. Просто сидеть и ждать, когда мы наработаем профицитные бюджеты, когда у нас появится возможность строить объекты. Нам не дает время, потому что дети учатся в две смены, либо учатся в совершенно старых школах непотребных, либо воспитываются в детских садах, совершенно находящихся в аварийном состоянии. Поставленная главой задача планомерно выполняется. 8 школ и 12 построенных детских садов за последние 4 года. Новые школы открыты в местечке Сосновая поляна под Сыктывкаром, в деревне Усть-Ижма, в селе Обьячево, Прилузского района. Мы учились в две смены. Учебный процесс проходил в семи зданиях. Мы сейчас отказались от этих зданий. И у нас будут две школы, одна начальная школа. И вот здесь будут учиться дети в новом современном здании. Дети с 5 по 11 класс. В одну смену у детей появится возможность заниматься в дополнительном образовании. В микрорайоне Коч-Панщит открыли детский сад на 270 мест. Здесь созданы современные и комфортные условия для всестороннего развития детей. Есть музыкальные и физкультурные залы, изо-студия, плавательный бассейн, кабинет психолога. На прилегающей территории не только веранды, но и спортивная площадка. Комфортное развитие территории. На самом деле никакой не территория, а комплексное развитие человека. Когда человек маленький, начиная с детства, с садика, с сеслей, уже организовывается в коллективе, учится петь, танцевать, любить родину, любить родителей. Своего детского сада в этом микрорайоне Сыктывкара ждали сотни семей. И дождались. Его площадь 700 квадратных метров. Из бюджета региона на выкуп помещений направили 70 миллионов рублей. Получились три ясельные группы на 60 малышей. Музыкальный зал, современное оборудование, уютная площадка для прогулок. Детки у нас, слава богу, рождаются. Это очень важно. Надо рождать чуть больше. Это вам наказ. Мы же не стараемся, и вы постараетесь. На самом деле, очень важно. Потому что, если у нас не будет будущего в этих ребятишках, то для чего мы живем, для чего мы все это делаем? Для того, чтобы прожить жизнь. Ну, в общем, конечно, тоже идея, но не самое главное. Самое главное – это вот, кого мы оставляем после себя, и как эти дети будут счастливы в детстве. После долгого перерыва в Коме продолжилось строительство объектов спорта. 2023 год начали с открытия спортивного зала в Микуне. А 2024 год начали с открытия сразу двух больших объектов спорта – физкультурно-оздравительного комплекса в Обьячево и центра единоборств в Ухте. Планируется к открытию ФОК в Троицкопечорске. Строящаяся лыжная база в Сыктывкаре станет современным центром подготовки спортсменов школы Олимпийского резерва. В этом году глава КОБИ поручил приступить к исполнению еще одного наказа от жителей. Начали строительство лыжной базы в Ижме. Владимир Уйба исколесил всю республику и не по одному разу. Прекрасно знает, какие у нас дороги. Большинство участков весной и осенью превращаются в непролазную топь. Нормативным требованиям соответствует на сегодня лишь 37% автодорог регионального значения. На ремонт нужны баснословные деньги. И вот здесь, благодаря настойчивости Владимира Уйба и его принципиальной позиции, многие вопросы решаются. Одно из последних знаковых решений – утверждение Росавтодором пятилетней дорожной программы для республики. В ней – участки дорог к образовательным и медицинским учреждениям, спортивным объектам, туристическим местам. Предусмотрены планы по привлечению в нормативное состояние более 475 километров автодорог регионального значения, более 36 километров городских дорог. Объем средств на ближайшую пятилетку – почти 20 миллиардов рублей. В этой сумме есть и деньги на ремонт 4000 погонных метров мостов. В одной из рабочих поездок на Удру Владимир Уйба пообещал построить в районе новые мосты. И обещание свое сдержал. Из бюджета региона на строительство направили 100 миллионов рублей. А в Усть-Куломском районе открыли новый мост через реку Соль. Это часть дороги Усть-Кулом-Керчом-Ядзюль, которая связывает с Большой землей несколько поселений, где живут 2000 жителей. Мост через реку Соль, что в 5 километрах от поселка Зимстан, был аварийным. Окончательно его разрушил сильнейший паводок в июле 2019-го. Мост был восстановлен по временной схеме. Требовался капитальный ремонт. Но латать дыры не стали. По поручению Владимира Уйба решили возводить новую переправу. Причем и здесь, через реку Соль, и чуть севернее, на этой же дороге, через речку Виль. Мост был капитально отремонтирован сегодня. Он абсолютно надежен в эксплуатации. И мы точно понимаем, что никаких вопросов по доставке населения и грузов на этой территории не будет. На автодороге Троицко-Печорск, Комсомольск, Якша открыли автомобильное движение по новому мосту через реку Тыбью. Протяженность нового моста более 77 метров. В отличие от своего предшественника, он выше, надежнее, с большой грузоподъемностью. Переправа капитальная, на железобетонных опорах. И теперь надежно связывает жителей поселений с большой землей. Конечно, большое спасибо, что они сделали новый мост. Это для всего, наверное, Троицко-Печорского района это большой плюс. Многие ездят в Троицк, в больницу за продуктами. И новый мост, конечно, очень красивый, очень широкий. Намного лучше, чем был старый. Переправой пользуются не только местные жители, но и крупные лесозаготовители региона. Теперь с логистикой проблем не будет. А первая в мире лосиферма в Якше стала доступнее для туристов, которые съезжаются сюда со всей России, чтобы пообщаться с сахатами или отправиться на нашу туристическую визитную карточку. Мань Папунер. Благодаря поддержке главы Республики Коми, правительства Республики Коми, уже это четвертое мостовое сооружение на этой дороге Троицко-Печорск, Комсомольск-Якша и с подъездом Устилыч. И сейчас практически все мостовые переходы уже в соответствующем качестве и исполнении. Самый долгожданный проект для жителей Республики – строительство моста через реку Печора. По поручению Владимира Уйба, проект был включен в адресную инвестиционную программу Коми. Уже заключен контракт с АО «Мосгипротрасс» на выполнение инженерных изысканий и проектирование автомобильной дороги Сыктывкара-Ухта-Печора-Усинск-Нарьенмар с мостовым переходом через реку Печора. Учитывая, что объект очень важен для Коми и Ненецкого автономного округа, в адрес заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина, руководителя двух регионов Владимира Уйба и Юрия Бездудной направили обращение по вопросу выделения из федерального бюджета 20 миллиардов рублей. В прошлом ноябре обращение принято к рассмотрению аппаратом правительства России. Два новых вертолета для регионального авиаперевозчика. Владимир Уйба во время торжественной церемонии передачи ключей от винтокрылых машин в Казани подчеркнул – авиация для республики жизненно необходима. Когда осознаешь, что такое республика Коми, это по площади, чтобы быть более наглядными, это две Великобритании, но при этом вот эти 416 тысяч квадратных километров – это 80% леса и 750 населенных пунктов, 350 из которых не имеют круглогодичного дорожного полотна. То есть половину населенных пунктов мы можем добраться, как и в начале 50-х, только вертолета можем долететь. И для нас на самом деле вертолет – это сегодня не просто необходимость, это жизнеобеспечение в прямом смысле. Транспортная доступность в распутицу, экстренная медицинская помощь, аварийно-спасательные работы. Новая техника передана Коми-Авиатрансу по программе льготного лизинга. Еще один вертолет прибудет до конца года. Сейчас воздушный парк авиакомпаний – это более трех десятков ПИ-8 различной модификации. А еще за последние два года Республика Коми по поручению главы региона активно развивает новые прямые маршруты в других городах России. Новые в списке – Минеральные воды, Казань, Махачкала, Екатеринбург. Одна из важнейших задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным – переселение граждан из аварийного жилья за счет государства. Коми планирует завершить реализацию действующей на 2019-2025 годы до 30 июня этого года. Процесс расселения на контроле главы. Всего же за последние пять лет, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», на 1 января этого года в Республике переселили 7665 человек, ранее проживающих в аварийных домах. Это почти на 30% больше, чем планировалось изначально. В зоне пристального внимания губернатора – судьба моногородов. Правительство Коми разработало план мероприятий для стабильной добычи угля и дальнейшего развития заполярной Воркуты. Ввод в эксплуатацию новых угледобывающих мощностей, проекты по разработке месторождений, в плане и мероприятия социальной значимости, улучшение условий жизни воркутинцев, развитие транспортной системы, улучшение экологии, внимание к спорту, образованию, культуре и, конечно, здравоохранению. Городу жить дальше в статусе форпоста арктической зоны России. Арктика стала крупнейшей в мире специальной экономической зоной. Бизнес получил большой набор перференций и льгот. И поддержка этих территорий – принципиальная позиция президента, отметил Юрий Трутнев. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе посетил Заполярье и заверил, регионы и дальше будут получать президентскую субсидию на развитие Арктики. За три года все-таки уже арктические субсидии в республике получили миллиард сто. И это очень существенная помощь по тем направлениям, которые вообще не сдвигались. Например, мы полностью оснастили и обновили парк техники, в том числе снегоуборочных на наших арктических территориях и здесь, в Аркуте в том числе. Это очень большой прорыв. Плюс мы практически оснастили тяжелым оборудованием, медицинским, в том числе здесь, в Аркуте, например, КТ и МРТ. Динамично продвигается работа по созданию мастер-планов арктических опорных городов. Об этом, к слову, говорил в своем послании президент. Мастер-план – это в первую очередь экономический документ. Как диверсифицировать экономику города, развивать новые отрасли, создавать рабочие места. В мастер-плане отражены и изменения среды жизни людей, которая должна стать более комфортной в арктической зоне. Основной фокус 2024 года – это до 1 июля утвердить мастер-планы опорных городов Арктики. В Аркута входит в число этих опорных городов. И до 1 ноября уже правительством принять долгосрочные планы развития. Поэтому очень важно, что в рамках этой поездки мы вместе с Юрием Петровичем, с Владимиром Викторовичем обсудили основные направления развития в Аркуте. Следующим шагом по поручению президента России станет разработка и утверждение комплексного плана социально-экономического развития в Аркуте до 2035 года. Эта работа будет проведена до 1 октября 2024 года. Глобальные задачи и проблемы одного конкретного человека. Кажется, что Владимир Уйба участвует везде. Национальные проекты на развитие в Аркуте как опорного пункта арктической зоны. Перспективы Инты и других наших северных территорий. Поддержка регионального авиаперевозчика. Ремонт сельских домов культуры, театров, спортивных площадок. Молодежная политика и сельское хозяйство. Зачастую по каждому направлению и по каждой проблеме у главы есть готовый рецепт. Как решить тот или иной вопрос. За 4 года со дня назначения на должность республика стала для него родной. Четыре года, как я в республике, а на самом деле уже не хватает даже на двух руках пальцев, когда начинаешь вспоминать, какие объекты либо были построены, либо были от капитально отремонтированы. Это не только дом культуры, это и школы, это и новые детские сады, и выстраданный дом культуры в Пажге. И вот на самом деле, понимаешь, что жизнь-то проходит не зря. Мы оставляем след-то с вами, и след хороший. Это очень важно. Но что самое важное и для страны, и лично для Владимира Уйба – поддержка наших бойцов. Он лично координирует работу в тылу и сам выезжает на передовую. Туда, где сегодня идут бои. Решается судьба России. Там, плечом к плечу, со всей страной воюют наши земляки. Те, кто ушел на специальную военную операцию по зову сердца, кто не смог в трудный для страны час оставаться в тылу. Сейчас им особенно непросто. Республика об этом знает и делает все, чтобы их поддержать. Тысячи волонтеров, частные благотворители, небольшие и крупные компании, некоммерческие организации и обычные люди. Задача перед республикой была простая. Ребята из Коми не должны ни в чем нуждаться. Выражаю огромную благодарность всем, кто принимает участие, принимал и, я точно уверен, будет принимать комплектование дополнительной гуманитарной помощи для наших ребят. Ну а сегодняшний груз доставили. У ребят нормальное настроение. Сейчас выяснили, что нужно в первую очередь. Значит, будем начинать закупки. Поэтому понимаем, что нужно. Будем снова закупать, чтобы наши ребята были, кроме того, что сытые, чтобы они еще были и в нормальной форме, в нормальной обуви. Республика направляет на фронт машины, тепловизор, квадрокоптеры, пиломатериалы, медикаменты. Все то, что нашим ребятам сейчас необходимо. Кажется, все сплотились ради одной общей цели. На передний край идут десятки гуманитарных конвоев. Множество вопросов, связанных с обеспечением наших бойцов, Владимир Уйба решает лично. Сам сопровождает гуманитарные грузы и технику на передний край. По-отечески заботится о солдатах. Знает их заботы, чайня. Россия победит. В этом нет ни у кого сомнений. И приближать эту общую победу должен каждый. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова